МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И дороги, гололед и ветер, дождь и снег. Был ли День жестянщиков в Бийске? Бийские журналисты отмечены краевыми наградами. Какой сюжет нашего телеканала эксперты назвали в числе лучших? Тайны следствия. Они все подробности самых громких скандалов знают. В день профессионального праздника бийские следователи ответят на вопрос, есть ли место. Романтики в их работе. Алтайский край приходит в себя после непогоды. Движение по всем трассам региона восстановлено. В ночь с 14 на 15 января в крае были закрыты для всех видов транспорта 4 автодороги. От Олейска до Рубцовска, от Курии до границы с Казахстаном и из Барнаула до Павловска. В том числе трассу Барнаул-Бийск перекрыли. Последовал ли день жестянщика вслед за ухудшением погоды в нашем городе? Расскажем об этом дальше. Ограничивать движение по Чуйскому тракту начали уже с 7 вечера. К ночи полностью остановили. Многим пришлось ночевать прямо в машинах, на дороге или обочине. Очевидцы, которым в этот вечер и ночь удалось проехать по тракту, сообщают о нулевой видимости из-за ветра, снега и дождя. Множестве аварий, а также сошедших в кювет фурах. Автолюбители, несмотря на непогоду, останавливались и помогали друг другу. Водители также отмечают работу сотрудников ГИБДД. Они патрулировали трассу и помогали автомобилистам. Сегодня, к полвосьмого утра, все ограничения на дорогах были сняты. Дороги федерального, регионального, межмуниципального значения открыты во всех направлениях для всех видов транспорта. О каких-либо серьезных происшествиях не сообщается. Дорожная техника ведет активную работу на трассах региона. Они очищаются и посыпаются противогололедными составами. Ночной дождь и утреннее похолодание опасными делают дороги и в городе. Улицы, покрытые коркой льда и больше похожи на отполированное стекло. Аварий избежать не удалось. Сегодня днем на перекрестке улиц Социалистической и Можайского столкнулись пассажирский автобус и Тойота Спринтер. ПАС полностью перегородил улицу и всему транспорту пришлось объезжать место ДТП по тротуару. К счастью, пострадавших нет. Мэр Виска Виктор Щегрев отчитался. За прошлые сутки было рассыпано 180 тонн пескосмеси. Работа ведется и с помощью техники, и вручную. Тем не менее, инспекторы ГИБДД напоминают водителям и пешеходам о том, как правильно вести себя во время гололеда. Чтобы избежать аварийной ситуации на дороге, водителям транспортного средства необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. А также не нарушать правила обгона, который является одним из самых опасных маневров, требующих от водителя максимальной концентрации и грамотной оценки дорожной обстановки. Позаботиться о своей безопасности на дорогах стоит и пешеходам. При пересечении проезжей части учитывать расстояние до автомобилей с учетом изменившейся погоды. Оно должно быть достаточным для того, чтобы безопасно закончить переход. Гололед опасен не только для автотранспорта. Сегодня утром с рельс предположительно из-за наледи на путях сошел трамвай. ЧП произошло на трамвайном кольце Гилева. Движение электротранспорта, по сообщению диспетчерской, было оперативно восстановлено. Олеся Бедарева, Евгения Ижутова, Илья Питков. Будни. 35 тысяч кубометров снега уже выведено с улиц Бийска этой зимой. При том, что бийчане, живущие в частных домах, которые выходят на центральные улицы, просят помощи. Люди не понимают, чей снег лежит перед домами и кто обязан его убирать. Существует ли реальная проблема этой не особо снежной зимой? И какой совет дают бийчанам в управлении жилищно-коммунальным хозяйством? Улица Цесовская. Здесь идет оживленный транспортный поток. Дорога практически не приспособлена для пешеходов. Ногами здесь и летом идти неудобно. Обочины и тротуар узкие. Машины проносятся буквально в метре. А зимой передвигаться и вовсе становится опасным. Место, где должны ходить люди, занято валом грязного снега. Вот так вот нас заваливают здесь. Сейчас нам надо попытаться перебраться через вот этот вот паск. Аккуратно. Вот это вот мы ходим на каждый день. Больше 20 лет на изгибе Цесовской улицы живет Людмила. Раньше снег с тротуара у дома вывозили коммунальщики. Теперь каждую зиму хозяйка сталкивается с проблемой. Возле ее дома не может остановиться ни такси, ни скорая для мужа-сердечника. Заблокирована и калитка, и выезд из гаража. Бесснежную зиму нам умудрились вот такое сделать. То есть весь этот вот отвал. Несколько раз обращалась в ЖКХ, в управление ЖКХ. Но там мне вообще предложили, вплоть до того, что взять лопату и вот эти отвалы ледяные вычистить лопатой самой. Ну простите, это в принципе нереально. Весь тротуар взять и прочистить. Весь тротуар чистить и не надо. Старший мастер Биск Автодор посоветовал сразу после прохода грейдеров, пока снег еще мягкий, очищать проезд к воротам и калитке самостоятельно. При этом кидать снег не на проезжую часть, а сверху существующего вала. На валы закинуть, дорезти себе проезд. Не на дорогу, а на этот вал. И мы, когда при работе грейдеров, по мере образования, все это вывозится на снегосвалке, на организованной снегосвалке. Там в течение нескольких дней. В этом сезоне грейдеры и тракторы проходили мимо дома Людмилы около пяти раз. А вот снег не вывозили ни разу по ее словам. Хотя в целом по городу подобная работа ведется. За период зимы 2023-2024 года, вот сейчас, зимнего периода, вывезено уже 35 тысяч кубов снега. Подъезды к частным домовладелям, согласно правилам благоустройства, убираются силами домовладельцев. Снег точно так же должен либо домовладельцами вывозиться на территорию снегосвалок, либо складироваться на своей частной территории. Снеговалы – проблема не только района Старой Зеленки. Весь частный сектор Бийска зимой думает над вопросом, чей снег? В теории все выглядит просто. Снег выпал, его сдвинули на обочину, а через условные и весьма размытые сроки в пару дней вывезут. Даже при таком подходе жители частного сектора не будут заблокированы в своих домах. Евгения Ежутова, Сергей Кулыгин, Илья Пятков, Будни. И к другим новостям. В краевой столице накануне профессионального праздника Дня печати отметили лучших работников медиасферы. В их числе оказалась и наша коллега, корреспондент Бийского телевидения Дарья Федоркина. Сюжет про ветхий дом по улице Толстого принес ей третье место в краевом конкурсе на лучшее журналистское произведение в номинации «Телевидение». Конкурс проводится среди членов Союза журналистов Алтайского края. В этом году у нас было подано более 50 заявок. На сегодняшний день у нас в Союзе 194 члена. Хочется сказать, что этот конкурс мы запланировали ежегодным. Поэтому те, кто состоит в Союзе, пожалуйста, дерзайте, пишите, снимайте. Ну а кто еще не в Союзе, пожалуйста, вступайте и пользуйтесь возможностями. Помочь героям сюжета удалось Дарье Федоркиной. Силами журналистов к проблеме подключилась общественность и контролирующие органы. На ситуацию отреагировал и глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Жильцов дома переселили в помещение аварийного фонда. А главной героине сюжета Зинаиде Ивановне обеспечили социальную помощь уже на следующий день. В Бийском городском дворце культуры чествовали представители средств массовой информации Наукограда. Журналисты, радио и газет, а также телевидение получили заслуженные благодарности за оповещение о городской жизни. От проблем до достижений Наукограда. Подробности далее. Собрать всех журналистов в одном месте, если это не ЧП, конечно, задача не из легких. Однако по устоявшейся традиции раз в год начинающие, опытные и корифеи своего дела собираются, чтобы отметить профессиональный праздник. Рад я свирепствую, я не участвую, хорошо живется на все. Хотя бы мы раз в год, вот все наши поколения журналистов, телевизионщиков, радищиков, текстовиков, мы встречаемся, дизайнеров, операторов. Да, Андрюш? Да. Мы встречаемся, видим друг друга, здороваемся и мы действительно видим, что мы профессиональное сообщество, что мы знаем друг друга, что мы интересуемся друг другом, что мы ценим творчество друг друга. Радио, печатные здания, телевидение. 13 января, в День российской печати, поздравления принимают представители всех средств массовой информации. От всей души искренне поздравляю вас с вашим днем, с Днем российской печати. Желаю вам процветания, профессионализма, такого же, которым вы обладаете. Чтобы ваши статьи радовали наше население, информировали, развивали и расширяли кругозор. День печати – заслуженный повод отметить представителей профессии благодарственными письмами, почетными грамотами местного и краевого значения от администрации и Думы города, а также Алтайского краевого законодательного собрания – медалями за заслуги перед Бийском. Юрий Петрович Верещагин, ветеран средств массовой информации города Бийска. Разные события много лет в объективе известного бийского фото-журналиста Юрия Верещагина. Его пытались сманить в таз, а он отдал свое сердце Алтаю. И освещал, кажется, все. От шукшинских чтений до визита премьер-министра России Сергея Степашина, на которое, кстати, был аккредитован единственным в крае фото-журналистом. Конечно, в жизни каждого человека его оценка, его труда, публичное признание всегда приятно, важно. Это придает какие-то определенные силы для дальнейшей работы и особенно журналистам. Это творческая жизнь. Она наполнена богатством встреч с интересными людьми, с интересными событиями, происходящими как в городе, в крае, в стране. Нередко СМИ называют четвертой властью, а некоторые и вовсе приписывают акулам пера манипуляции массовым сознанием. Однако журналисты – это чаще всего глаз народа, цепные псы демократии и разгребатели грязи, которые стоят на страже интересов простого человека. Ксения Цапко, Андрей Сегаев, Будни. Немного рекламы? Не переключайтесь. В магазине «Ермак» новогодний ценопад. Скидки до 70% на качественные теплые куртки и пуховики. Не торопитесь. Митрофаново, 35, остановка, вокзал. В отдел строя требуются мастер СМР, каменщики, бетонщики, водитель категории СЕ, электрик, электрогазосварщик, подсобный рабочий и телефон 8961 999 88 88 30 69 34. Семинары, тренинги, совещания, презентации или мастер-классы «Бийская медиагруппа» предоставляет современный зал для проведения деловых мероприятий. Вместимость до 40 человек. Профессиональное оборудование. Зона для кофе-брейка. Подробности по телефону 3131 15. Сегодня ночью неизвестные сожгли машину депутата Бийской городской думы. Судя по всему, автомобиль народного избранника и директора МОП «Водоканал» Анатолий Чуй выгорел дотла. По крайней мере, на парковке возле дома его уже нет. А имущественный ущерб пострадавший оценил в 3,6 миллиона рублей. Информация о возгорании легковой машины «Тойота» поступила на пульт дежурного в 2 часа 23 минуты. На ликвидацию пожара прибыли два пожарных расчета. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167. Это умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога или взрыва. Злоумышленников сейчас устанавливают. Владелец авто от комментариев журналистам отказался. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Следственного комитета. Бийские специалисты за этот год расследовали порядка 300 уголовных дел. Это и задержание ректора Бийского педагогического университета. Поимка преступников, которые организовали притон по оказанию интимных услуг несовершеннолетними. Кражи денежных средств с банковских карт и многочисленные половые преступления. О самых резонансных делах смотрите далее в нашем сюжете. Закрыли притон по оказанию интимных услуг, где главными работницами оказались несовершеннолетние девчонки. Раскрыли убийство, совершенное с особым садизмом. Специалисты заключают, жестокости в Бийске много. В 2023 году следственным отделом по городу Бийск производство было принято более 300 уголовных дел. Из них в суд направлено 118 уголовных дел различных категорий тяжестей. Из них тяжких, особо тяжких направлено 70 уголовных дел. Набирают обороты преступления, совершенные дистанционно через интернет. Внушительную часть среди них составляют хищение денежных средств с банковских карт у несовершеннолетних. Растет число и так называемых половых преступлений. При этом часто действуют из других регионов. С помощью оперативных служб устанавливаются эти лица. Уезжают работники следственного отдела. Мы проводим в другом субъекте соответствующие следственные оперативные мероприятия. Допрашиваем лица, задерживаем в том числе. Так следователь Елизавета Иванова раскрыла дело, где мужчина, 42 лет, работающий на заводе, у которого есть семья и взрослые дети, выдавал себя в социальных сетях за девочку-подростка. Бийская следственная группа задержала его в республике Саха, Якутия. Наказание по такой статье от 12 лет. Обвиняемый, находящийся на территории другого субъекта, будучи уверенным в невозможности установления его местонахождения посредством сети интернет, используя при этом специально созданный аккаунт, в ходе переписки требовал от несовершеннолетней потерпевшей изготовить и направить ему фото- и видеофайлы обнаженных частей тела. Ждать раскаяния и чистосердечных признаний, как в фильмах, не приходится. Чаще всего подозреваемые отнекиваются до последнего. Так было у следователя Павла Бражникова, который все же собрал доказательства в деле о нарушении неприкосновенности частной жизни. Сейчас обвиняемому грозит до двух лет заключения. Сожитель после расставания со своей женщиной распространил ее, так скажем, пикантные фотографии в сети интернет. В период сожительства совместного у него сохранился архив таких фотографий. И после расставания он, имея на нее определенные обиды, решил ей отомстить за их расставание. Создал в одной из социальных сетей несколько страниц, с которых назвал ее именем. И выложил это все в сеть интернет. Эти фотографии видели близкие, знакомые, на работе потерпевшие. В связи с чем, она испытывала, так скажем, большие неудобства, была вынуждена уволиться. Дело бейского эксгибициониста расследовала Кристина Ведюшкина. 33-летний мужчина-шизофреник не только регулярно ходил по подъезду со спущенными штанами, но и заставил свою шестилетнюю падчерицу фотографироваться в обнаженном виде. Суд еще не завершен, однако бейчанину грозит длительное заключение в специальном медучреждении. Одним из дел является, неоднократно поступали жалобы местных жителей на одного из соседей из-за его неадекватного поведения. В ходе доследственной проверки было установлено, что данный гражданин имеет психическое отклонение, в результате которого испытывает нездоровый интерес к несовершеннолетним. Таким был 2023-й. И если потери денег сулят горожанам финансовые проблемы, то остальные преступления оставляют глубокий психологический след. Будьте бдительнее и не доверяйте подробности своей личной жизни новознакомым людям. Ксения Цапко и Евгений Казанцев. Будни. Теперь о погоде. 16 января в Бийске будет безоблачный ветер северо-восточного направления слабый. Атмосферное давление и влажность воздуха очень высокие. Магнитное поле Земли спокойное. Ночью минус 22, минус 24, днем минус 18, минус 20. И сегодня это все, о чем мы успеваем вам рассказать. Если вы заметили что-то интересное или наоборот возмутительное, звоните в редакцию по номеру телефона 313507 или пишите нам в социальных сетях. Ищите по хэштегам Бийск, мой город и Бийское ТВ. До свидания.